Друзья, все еще 2 апреля, к сожалению, весна пришла. Вот, и я тороплюсь срезать еще спящие ветки, пока нет ни одной прокнувшейся почки. Значит, так как это учебные у меня, фильм очередной, смотрите, видите, вот это вот целый букет почек. В центре маленькая, маленькая, вон она, вот она, вот она в центре самом. Маленькая, ее почти не видно, это ростовая, а раз, два, три, четыре, это букет целый, это цветы. Чаще бывает 2 цветочка, но это, ладно, букет, 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 показать 2 цветочка. Ладно, покажем вот тут, вот. Итак, здесь вообще цветов нет, это тот же сорт. Вот, ага, вот здесь два по бокам это цветы, а в центре пупыршек, это ростовая почка. Далее, почему я это показываю? Задали вопрос, отвечаю вот таким образом. Значит, надо ли якобы, и получили от, очень-очень такого солидного источника, получили следующее. Надо их отломать, вот эти вот цветочки, вот смотрите, если получится съемка. Вот видите, когтем нету, второй, с твого боку, нету. Якобы осталась одна вот ростовая. Я железов проверял все варианты, потому что есть еще вариант отрезать, с бритвочкой один, еще один авторитет советует. Причем оба из них настоящие ученые, настоящие полковники, оба заговорим. Так вот, мой совет железово, пусть будут вот такие нетронутые, именно на абрикосе никогда они в рост не пойдут. Никогда. Они просто отсохнут. На яблонях, один случай, ста из тысячи, вдруг яблочко появляется, одновременно растет, однолетка, не однолетка, а там месяц, два, три, четыре, и вот вам целое яблоко. Это может быть с грушей быть, это может быть с першиком, со сливами и с абрикосами, я такого не встречал ни разу. Итак, вот то, что сейчас я ковырял, 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 от ковырнул святостья поиски, это ошибка. Никаких ран на веточке, которые предназначены для привычки, вот этот вот кусочек, не должно быть. Вот этих ран нет и не должно быть. Запомнили? Вот. Это ошибки, причем ошибки делают очень солидные люди. Они ни разу не попробовали, она тоже вот даже с этими, ну пусть малюхать-ка ранку, но теперь ее надо взять какую-нибудь спичечку, взять этот самый вот такой вот, и это. Еще и замазать их, причем испачкать призом кору. Нет, ребята, привайте как есть, никаких не надо отламываний и отрезаний. Так, теперь, смотрим, с чего это. Это Деленый Александр Савинич, вы уже знаете ее. Я специально раскручиваю, это уникальный человек, единственный ученый, который является мостиком с нами любителями. Вот, и что я сделал? Я резал для нее, но с запасом. Это все свежее, это сегодняшнее, 2 апреля. В этом году даже персик ни один не подмерз. То есть, это исключительный год, к 40 не было ни одной ночи. Ну, подсходило 35-38 неделю, а так 20-30, 20-30, это не зима, это сказка, это уже не Сибирь, но уже пора отменять все эти самые, как их называют, так, климатические эти и прочее. Ой, нет, я этого не говорил, а то и правду от не будет. Так вот, фаину нарезал. Вот, видите? А вот это что у нас, ребята, в рюкзаках? Серафим еще раз порезал, другого дерева. Вот. Дальше. Дар небес фаина. А почему написано, дар небес фаина? А потому, что я испортил дар небес фаиной. Помните мои рассказы про новый способ, новый способ селекции? Четвертый. Это инфицирование. Черный абрикос. Почему через террор королевский? Потому что королевский, привитый на черный абрикос, испортил черный абрикос. Теперь он уже не черный абрикос. Разве это это? Ведь больше же на королевский похож. А на бирке черный абрикос. Вот еще одно инфицирование. Мне интересно. А это я для этой. Гигант Подмосковья. Но они уже проданы, вот эти треветочки. Больше срезать нечего. Дерево молодое. И, наконец, амур. Но это уже с другого дерева амур. Чистое. Тут уже никаких чужих привек нет. Не инфицированный. Вот это вот коротенькая речь моя. Только для того, чтобы вы поняли, жизнь продолжается. Быстро режу, режу, режу. Потому что все несколько дней начнут лопаться почки. И еще, когда эти почки начнут просыпаться. Вот видите. Так же букетики, букетики, букетики. А вот есть чистая одна. По бокам две. А в середине ростовая. И вот когда начнут, в первую очередь проснуться цветочки. Не бойтесь. Если достались погребы, а проснулось, цветочки проснулись. Ростовая спит, плевайте. Ничего страшного. Вот когда ростовая проснется, да, будет поздно. Ну что, все. До этого закончим. Или как? А, вот. Это тоже сейчас срезал. Вот. У меня сосед попросил ему жуковскую вишню срезать. И привить. Ну, пообещал привить через неделю. А пока вот это вот, уже, уже скребя сердце. Уже, уже сколько клялся. Не режьте, не режьте. Ну, мало я этих деревьев калечил. Опять искалечил. Вот. Ну, а как откажешь земляку, ныричанина? Ну, тогда я плюнул, сразу так, что еще несколько вам продам. А потом еще, знаете, что я сделал? Вот. Я же сказал, что я буду прививать черешни. Вот. Черешни. На том участке у меня черешни до 10 метров высотой. А здесь у меня подвой. Я говорю, буду черешни прививать, буду черешни прививать. И тут я думаю, одна, вторая, третья. Там, возле абрикоса. Пятая, шестая, седьмая. Восьмая, девятая, десятая. Возле той дикой груши. Вот. А вот еще подвой. А еще подвой. Вот. А еще подвой. А еще подвой, 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 подвой. И я тогда решил еще и жуковскую вишню. Еще. Вот еще подвой. Еще есть несколько черенков привить себе еще. Почему? С запасом. Вот не могу я. Я же помню, как я хвастался. Я с Украины. Вот. Что не зим, то надкушу. Короче, я решил, что ни одной веточки из этой не выброшу. Ну, штуки-треветки, четыре продам вам. Все, друзья. На этом позвольте закончить. Короткий фильм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.